Продолжение следует... К сожалению, снимали с них деньги после того, как просили еще указать тот секретный код, трехзначный, который есть на второй стороне карты. Если мы говорим о новых махинациях, то как вообще реагировать на подобные звонки? Возможно, обращаться на горячую линию, возможно, сообщать работникам банка. И насколько это эффективно, что со временем такие вот мошенники, соответственно, не смогут сработать? В арсенале мошенников действительно появляются все новые и новые схемы мошенничества. И то мошенничество, которое вы рассказали, называется вишен. То есть он даже получил свое название. То есть это процесс выманивания персональных данных карты в телефонном режиме. Как это происходит? Мошенник звонит клиенту, представляется обычно сотрудником банка, либо сотрудником службы безопасности с целью выяснить персональные данные карты или пароли для того, чтобы осуществить мошеннические операции по карте. Какая информация интересует мошенника? Номер карты – это 16 цифр на лицевой стороне карты, это срок действия карты, это цифры под номером карты и CVV-код. Это тот секретный код, который находится на обратной стороне карты. Что же сделать для того, чтобы не стать жертвой мошенников и обезопасить свои деньги? Во-первых, всегда помнить, что сотрудник банка никогда не звонит клиенту с целью назвать персональную информацию по карте или пароли, смс-пароль платежа и так далее. Никогда не… То есть банковским сотрудникам, по сути, для того, чтобы осуществить ту или иную операцию, помочь клиенту, эта информация вообще не нужна? Совершенно верно. Вся информация уже есть у сотрудника банка и он не будет ее выяснять в телефонном режиме. Никогда не разглашайте персональные данные и пароли и не ведитесь на провокации мошенников, не реагируйте на провокации и на угрозы, которые чаще всего случаются. И все вопросы, которые у вас возникают, ли по подозрению о мошенничестве, можно выяснить либо в ближайшем отделении банка, у сотрудника лично, либо по телефону клиентской поддержки. Номер его очень легко запомнить – 3-7-0-0. Это телефон бесплатный и в любое время можно выяснить всю информацию. Смотрите, вот как раз в этой ситуации, которую я описывал в фейсбуке, там как раз девушка все-таки сориентировалась, она сказала, сейчас 2 секунды я поищу карты, перезвоните мне. И, соответственно, набрала вот этот короткий номер и уже с оператором, соответственно, сконтактировалась и ей сказали, что это мошенничество. Если мы говорим о таких звонках, может ли происходить звонок от работника банка по обычному номеру, который там операторов 067-093, без разницы, или это только с какого-то короткого номера? Номер телефона. Что касается номера телефона, обычно сотрудники банка звонят с телефона с кодом города Днепр, но нужно больше ориентироваться не на номер, с которого звонят, а какую информацию хотят выяснить. Еще раз акцентирую внимание о том, что сотрудник банка не звонит с целью выяснить вашу персональную информацию. Еще раз перечислю, какая информация относится к секретной персональной. Это номер карты, срок действия, секретный код CVV на обратной стороне карты. Это логин и пароль. Даже так, то есть это приватбанка, тоже логин и пароль, но там уже проверка идет через номер телефона. Случаются, бывают случаи, что выясняют логин и пароль входа в Privat24, и люди называют. Это динамические пароли, которые приходят на мобильный телефон. В телефонном режиме просят подойти к банкомату, к терминалу самообслуживанию для того, чтобы совершить ту или иную операцию. Этого делать ни в коем случае нельзя. Всю информацию выяснять либо в отделении сотрудника банка, либо по телефону 3700, телефон клиентской поддержки. Так что, друзья, если вам приходит смс с каким-то номером, и потом вам прозванивают и говорят «назовите его», то помните, если вы его не заказывали, то, соответственно, не нужно его и называть. Если мы говорим о карточке и о пользовании карточкой, да, как здесь убезопасить себя, потому что очень много мошеннических уже уловок, когда и на банкоматы цепляют какие-то считывающие устройства. Ну и, соответственно, вообще, как, куда и где пользоваться картой лучше всего, или лучше это снимать не в банкоматах, а, возможно, у сотрудников банков в кассе. Как безопаснее? Действительно, банковская пластиковая карта является вашим электронным кошельком, она может быть вашим надежным помощником в повседневной жизни, если несколько правил соблюдать, правила пользования картой. Ну, во-первых, как я уже сказала, не разглашаем персональные данные по карте. Не даем никому карту в пользование, поскольку вы ответственны за те платежи, которые проходят по вашей карте. Несколько слов хочу сказать о платежах, которые происходят в интернете. Очень популярны являются такие платежи. Для того, чтобы обезопасить карту, можно заблокировать ее в Privat24. Это буквально займет несколько секунд. И когда вам нужно совершить платеж либо покупку в интернете, вы просто заходите снова в Privat24 и разблокируете ее. То есть мы блокируем именно платежи в интернете? Именно платежи в интернете. Не карту, а платежи в интернете. И по мере необходимости вы можете ее разблокировать. Если такой способ вам неудобен, и вы все же не хотите светить реквизиты вашей карты в интернете, вы можете выпустить также в Privat24 виртуальную интернет-карту. И тогда, когда вы совершаете платежи, вы указываете не реквизиты своей карты, а реквизиты виртуальной интернет-карты. А выпуск этой карты виртуальный стоит денег или это бесплатно? Это бесплатно. Выпускается бесплатно, выпустить вы можете самостоятельно. И она действует также определенный период или пока мы ее не закроем? Она действует определенный период, там есть также свой срок действия, но пользоваться ей можно перечислив деньги со своей основной карты, определенную сумму покупки на виртуальную, да, вы потом можете оплатить. То есть там не будет постоянно средств, которые смогут воспользоваться мошенники. Если мы говорим о использовании карты в интернете, очень часто предлагают такие сервисы, там, как Портмоне, как, например, Google, да, оплата, прикрепить свою карту к аккаунту. Стоит ли это делать? Потому что в таком случае никаких проверок тогда нет, можно автоматически снимать деньги с карты. Ну вот я об этом говорю, что если вы знаете, что вы часто совершаете покупки, по мере необходимости вы карту можете заблокировать. Если необходимости такую нет, карту заблокируете. Если есть необходимость, разблокируйте, либо есть вариант установить лимит платежа на день. Если вы знаете, что в течение дня вы можете использовать там 100-200 гривен, установите эту сумму, и тогда больше этой суммы никто не сможет с вашей карты знать. Есть. Ну вот такой небольшой ликбез для тех, кто еще не усвоил правила пользования карты, либо какие-то правила. Но, насколько я знаю, банк работает и над тем, чтобы молодое подрастающее поколение уже с юных лет имело карточку в руках, могло спокойно там пользоваться ей. Ну и, конечно же, знала о банковских продуктах и как правильно воспользоваться той или иной услугой. Что это за сервис, что это за услуга такая? Это у нас программа. Существует она с 2009 года. Программа финансовой грамотности для школьников. Называется Юниорбанк. И за время работы этой программы к нам присоединились уже полумиллиона школьников по всей Украине. То есть мы рассказываем на своих уроках, наши тренеры рассказывают и обучают всему тому, что должен знать финансово грамотный человек. То есть что такое деньги, когда появились первые банки, что такое бюджет, как распоряжаться своим временем. И, конечно, особую роль мы уделяем именно правилам финансовой безопасности. То есть, по сути, этот предмет, который я помню еще в своем школьном прошлом, «Я и экономика», вот так сейчас проводится уже работниками банков. Как можно попасть в эту программу, если есть желание у ребенка, либо у родителей научить экономической грамотности своего? У нас наши обучающие мероприятия проходят в нескольких форматах. Это экскурсии в отделение банка, это бизнес-квесты, это бизнес-школа. Даже у нас есть своя квест-комната. На любое мероприятие можно записаться, обратиться в отделение банка у сотрудника, либо на официальном сайте юниор-банка. Как часто проходит это обучение и для какого возраста минимально и максимально рассчитанного программа? Мы работаем с детьми от 6 до 17 лет. Все занятия у нас абсолютно бесплатные. Ребенок может поучаствовать как в одном мероприятии, так абсолютно во всех. То количество раз, пока это будет ему интересно. Ну и, конечно же, то самое главное, когда детям очень нравится быть самостоятельными, карточку в руке они получают. И что они с ней могут делать? Конечно. Каждый ребенок получает карту юниора. Она выпускается с согласия родителя. Естественно, вместе с родителями ребенок приходит в отделение банка. И как взрослый получает свою карту. Он чувствует свою ответственность. Естественно, является своеобразным инструментом и студенческим билетом в нашу бизнес-школу. А деньги там тоже могут быть? И использовать их тоже можно, например, рассчитываясь? По желанию родителя, родитель может перечислять деньги на карту, либо в приват 24, либо установить регулярный платеж. То есть, таким образом, давать карманы деньги не наличными, а перечислять на карту. И ребенок, как взрослый, идет в магазин и дает карту кассиру. Расплачивается карта не наличная. Чем не возникнет с тем, что это карта как бы у маленького ребенка? Все нормально. И все под согласие. То есть, карта специальная. То есть, карта с согласия родителей, естественно. Ну, так что, вот так, друзья. Есть такая программа, если у вас ребенок уже желает быть самостоятельным, либо у вас есть желание приучить его к пользованию услугами банка и карточкой, то пользуйтесь такой программой, Юниорбанк. Записаться можно, еще раз напоминаю, в любом отделении банка. Либо на официальном сайте. Вам спасибо большое за то, что сегодня к нам пришли, проинформировали с вопросов по поводу мошенничества, которое сегодня очень популярно, очень активно. Друзья, берегите свои финансы и берегите себя.